Слава Украине! Приветствую от Полонского, друзья мои! Сегодня в передаче, в очередной пропагандонской своей мерзкой передаче некий соловьиный помет, все знают, кто это такой, значит, заявил, точнее, предъявил претензии к Израилю за то, что Израиль поставил нам системы раннего оповещения о ракетах. И сильно возмущался, что такие системы не поставлены России. Ну, я даже не знаю, кто-то может вообразить наглость, бычую наглость расистов, того же Соловьева, которые требовали поставить им такие системы от Израиля. Я вам объясню, почему это наглость, но это очевидно. Во-первых, что касается Израиля, это вы же являетесь друзьями Хамаса, Хизбаллы, вы их снабжаете, вы их там любите, привечаете, вооружаете. Вы даете им деньги, даете им дипломатическое какое-то прикрытие. А это злейшие враги Израиля. Это террористические организации, которые дерутся против Израиля. И вы хотите после этого, чтобы Израиль вам хоть что-нибудь поставил. Это первый момент. Второй момент, что касается Украины. А с каких это пор Израиль должен хоть что-то поставлять вам, кстати, вот в случае с Украиной, когда вы являетесь агрессором, я имею в виду Россия, вы являетесь бандитами, террористами. Израиль, по-моему, с террористами всегда боролся. А поскольку вы себя поставили на один уровень с Хизбаллой и Хамасом, ну, тут уже Израиль подавно не будет вам ничего передавать никогда в жизни. Я не понимаю, чего ваш соловьиный помет так сильно возмущается. И главное, что вот эти вот эпитеки, они смотрят эти передачи этого помета и возмущаются за пометом. То есть, еще один момент, что касается Российско-Украинской войны. Россия является подсанкционным государством. Является полнейшим изгоем, с которым никто не хочет иметь дело. Только Кимчанин и тот за деньги. Так с чего ради Израиль вам хоть что-то будет поставлять. Вот я, собственно говоря, думаю, что я ответил в это эпитекам, почему Израиль поставил это все дело Украине. и никогда в жизни не поставить ничего подобного вашей России. Просто потому что, просто потому что, потому что вы агрессоры, бандиты, страна-террорист, страна-пансансионная, страна-изгой, которой, можете, хотя, знаете что, вы же не совсем изгой. У вас там друзья есть, это Беларусь, это, точнее, не Беларусь, а Лукашенко, а Эритрея, Никарагуа, у них попросите.